значит тема чтения так или иначе могилата эйха и я хочу просто сделать одну такую предпосылку интересно если я сейчас попробую включить будет ли слышно значит свита их а с лиха посмотри где ты будешь делать шер посмотрю тебя там выпадающим меню в самом правом там написано делать шер аудио тогда аудио лучше слышно я хочу заметить что вообще их а это траурный такой текст который вообще когда его читают существует специальный мотив на который читаю часу дать я попробую сделать шер один как получится не знаю но попробую сделать сделай там share аудио будет лучше слышно screen есть а шеи не не когда ты сделаешь когда ты уже сделаешь шер то посмотрите все меню перейдет наверх и там в самом правом углу самом правом конце где три точки нажми там выпадет меню где-то ближе к концу будет написано share аудио но я вот там где мор правильно share компьютер sound вот 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 я хочу просто показать две минуты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дело в том, что книга Эйха по-русски «Плачь и Мияху» Добавил DimaTorzok 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 И в этом смысле книга Эйха, которая рассказывает именно о плаче человека в связи с тем, что произошло, в связи с разрушением всего, оно именно плачет. По этому поводу искать в этой книге философию. Нет, конечно, можно. Философские трактаты можно написать абсолютно по любому поводу. Но это место чувствам. И если на что-то обращать внимание, то как страдания и плач, вот какие там центральные точки, о чем страдаем и о чем плачем. И в этом смысле философское осмысление книги Эйха, книги Плача, оно не про философию. Оно про чувства. И как мы чувствуем, я хочу обратить внимание на это. Как мы чувствуем, как мы переживаем произошедшую трагедию. По этому поводу я и читал, и писал достаточное количество текстов про книгу Эйха, где идет, безусловно, важная попытка, языковый анализ, понять, что такое слово значит. Но в большинстве случаев, когда пытаются прокомментировать содержательную сторону, то стрела умудряется лететь не туда. Да. В этом смысле проблема в том, что книга простая именно вот как поют все эти кантеры замечательные, балы, крия, поют ее. Так ее и надо, в общем-то, к ней и относиться, и петь. Это, на мой вкус, очень важное такое предисловие. Притом, есть другая сторона. Автор, я не знаю, как правильно сказать, тот, кто произносит эту книгу, он выбирает очень вещь, которую, скажем, в русском языке, да и в любых других языках. Когда начинает человек писать какое-то произведение акростихом, то есть так, чтобы первые строки там произведения составляли какое-то слово, типа ЛХ Дади, который образует имя автора, или как книга Эйха, где каждая глава повторяет алфавит. Ну, кроме последней там, да, значит, но первые четыре главы – это алфавитный порядок. Каждая строка начинается со строки, с буквы алфавита, и так последовательно. Третья глава, алфавит повторяется трижды, как, например, в псалме «Ките», там восемь раз повторяется каждая буква алфавит. «Кит» – это 119-й псалом. Ну, не даром, что он «Кит», представляете, восемь раз есть алфавит, 170 строк. И вот здесь происходит нечто странное, потому что, в общем, мои представления о поэзии. Как бы в тот момент, когда появляется такая искусственная форма, а именно вот повторение алфавита, то, как правило, это вредит, если можно так позволить, вредит содержанию. Потому что, ну вот, там, при мне как-то и человек, который писать стихи не умеет, напрочь говорит, что стихи писать очень легко, если понадобится. Берется стихотворение Пушкина, берутся все его последние слова в страфе, и к ним приделывается начало, какое хочешь. Будет расчистеть мовно. Но вы же с вами понимаете, что поэзии в таком произведении не нагрошен. Но здесь было как-то, я не помню, кто заметил, Каменка, по-моему, это замечание сделал. Он сделал одно замечание, которое мне очень понравилось, а именно, как же это было сказано, в книге Эйха не автор выбирает буквы, а буквы выбирают автора. Дело в том, что происходит довольно странная вещь. Регулярно строка, в которой там появляется буква какая-то, в этой же строке почти сразу идет следующая буква, которая должна быть в следующей строке. Одна и та же буква повторяется регулярно. Вот там, скажем, восьмой стих «хет-хата-яручалая». Но «хет» он на букву «хет» должен начинаться, да, стих. Но следующая за ней буква «т». И она тут же «хет-хата» тут же буква «т» идет. Причем там несколько строк, вот, сейчас найду какой-нибудь хороший пример. «Паршат-си-йон-бээдэха» – «пэй-цадик» сразу за ним. То есть там идет вот эти, как это ни странно, в этом как раз произведении очень легко и естественно. Вот эта форма вроде бы искусственная идет безумно естественно. Вот как раз книга «Эйха», если там, скажем, «Кита», вот тот самый 119-й псалом, видно, как выглядят задания ученикам. Ученикам можно сформулировать какое-то задание, и, в общем, такое чувствуется, что это ученическая какая-то работа. То есть здесь это настолько естественно идет, этот алиф-бэйт-алфавит, что просто удивительно. Более того, вообще здесь как бы вот поэтическая форма, могу там принести еще один пример, что, например, в первой главе и во второй главе совершенно железно идет то, что называется, ну, вот в науке пользуется слово «теистическое строение». Это когда первая строка согласована с последней, вторая с предпоследней, третья с конца и так далее. Вы можете проверить, это давно хорошо известная вещь, что, скажем, какие-то мотивы строк в первой и во второй главе, вот первая с последней, как бы все время, вот этот возврат. Первая с конца, вторая, значит, если в первой, там сказано «рабати ам», «рабати багуим», то в последней будет сказано «работ анхатим». Если во второй, то в предпоследней, то в предпоследней, поймали между расщелинами в третьей строке «цар ли». Вот это «цари» превращается в «цар», и так далее, и так далее. То есть какой-то вот этот возврат непрерывно идущий. Как бы вот это погружение в непрерывный, это самое погружение так, что все будет единым блоком. То есть, безусловно, все это занятие, оно очень интересно, именно смотреть, как выглядит стилистически все это. Но вопрос, который будет, и он по мне так важнее, чем вся эта стилистика, я просто вкратце сказал, ну, как бы называется, выполнил обязанность сказать о именно поэтической форме, которая действительно удивительная для, удивительно сложная поэтическая форма. Но при этом, я еще раз скажу, что оригинал, безусловно, железно выдержанный размер. И он, все это рыдание, естественно, по содержанию, вот это неожиданно. Я как бы буду немножко предполагать, что кто-то представляет, о чем идет книга, о чем книга, но при этом там буду просто зачитывать. Значит, передо мной, естественно, лежит какой-то перевод, по-моему, это перевод Маханаем лежит, тот, который с собой сейчас держит перевод книги Эйха, и, по-моему, его Левик Китросский выполнял этот перевод, если я правильно помню, кто там работает. Значит, начинается книга с слова Эйха. Слово Эйха – это «как случилось», вот это «как случилось». И вот теперь я начну попробовать почитать немножечко и просто обращать внимание на детали, которые не сразу обычно замечаются. Я зря не взял книжки, я пытаюсь читать по конселяциям, не глядя, не держать тексту без конселяции. Я пьюсь вот эту книгу, тебе стоит. Мне нравится. Я не знаю. Мне нужно знать, чтобы это русло. Я слышал что-бы, мне нужно читать прочитать. Спасибо. Спасибо. Значит, как одиноко сидит, но для того, чтобы выпутаться, все-таки от женского лица должна идти, и плач должен идти от женского лица, ну, во-первых, потому что плачет всегда. Всегда положено писать от женского лица. Во-вторых, вот это неожиданно, кто плачет. Всегда надо понять, кто плачет и о чем идет речь. Итак, как одиноко сидит столица, просто город переведен в столицу, просто чтобы женский рот каким-то образом соблюстить. Здесь я не думаю, что надо входить в тонкости переводов, потому что, ну, виталий, который мало что меняет. Великая среди народов стала вдовой. Великая среди опять народов, княгиня среди стран превратилась в дальницу. Плачет, плачет ночи, и слезы на щеках ее. Нет ей утешителя. Из всех ее друзей, все ее товарищи изменили ей и превратились во врагов. Ушла в изгнание иуда от бедности и от ножкой работы. Она живет среди народов. И там не нашла покоя. Все преследователи настигли ее в теснинах. Дороги с ее на... Прибывают в трауре. На них никто не ходит. Все ворота пустые. Коэн и вздыхает. Дева ее прибывает в печали. И ей горько. Значит, я хочу здесь заметить вещь, которую... Значит, идет описание не от первого лица, конечно, а это кто-то со стороны описывает состояние Иерусалима. Вот теперь... Я хочу заметить следующее. Она стала вдовой Иерусалима. И обычно... Вот есть цепочка ассоциаций, которая для большинства народа весьма автоматическая. Народ Израиля, когда его оставил Всевышний, как у пророков часто бывает, он как разведенная женщина, как вдова, то есть как бы разрушилась связь между Всевышним и народом. И вот теперь народ пребывает в состояние брошенной женщины, неважно доверие или разведенный. Ассоциаций как бы ушел. Куда ушел твой возлюбленный, скажи нам, да, как в песне-песне. Но здесь не этот плач, это подсказка, она автоматически идет, но это неверная подсказка по отношению к началу плача. Ведь во втором стихе, в третьем, извините, скажите, хотите, чтобы я поднял какой-нибудь текст, чтобы я выставил на всеобщее обозрение, там, иврит или русский? Ну, народ, скажите, по-моему, вообще правильно было бы поставить, не знаю. Конечно. Поднять какой-нибудь текст, да? Ну, давайте я попробую, русский или иврит поднять? Что поднять? Господа, скажите, какой текст поднять, не русский или иврит? Я молчу, поскольку я не знаю, сколько людей, которые читают на иврите. Русский. Русский. Вот кто-то сказал русский. Вот удивительно, почему-то невозможно, у тебя почему-то в компьютере невозможно поднять весь экран, чтобы я мог... На самом деле был ивриторусский перевод, я, честно говоря... Нет, 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 я хотел просто... У меня два экрана, я один из экранов хотел просто превратить, чтобы туда все таскать. А здесь почему-то это не делает. Ну, ладно. Пусть будет тогда просто... Видно, да? Да, видно, отлично. Отлично. Значит, вот смотрите, она плачет, Иерусалим плачет в ночи, нет утешителя. А вот теперь ушла в изгнание иудея от бедности и тяжкого ранга. Дороги с Циона в Трауре, нет идущих на праздник. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. А, это я уже правил, понятно. Я хочу заметить одно. В данном случае Юрусалим вдова не о всевышнем рыбе, а о народе. Она лишилась своих детей. Это брак другой, это брак земли Израиля с народом Израиля. Этот брак разрушен. Вот эти пустые дороги, пустые ворота. Плач об этом, плач Иерусалима об отсутствии народа. И плач о земном разрушении. Разрушил храм, но это именно разрушение земное, потому что Иерусалим объединяет ведь не только народ Израиля с Отцом Небесным, но он еще объединяет сам народ Израиля в себе. И первая глава, она действительно довольно принципиальна. Первая глава, это Иерусалим оплакивает своих детей. И вы можете заметить, что раз за разом будет повторяться тема «Мои девы и юноши пошли в плен, рыдая. Снаружи меч лишал меня детей». И далее будет регулярно вот эта тема, что «Меня лишают детей». Эта тема будет из главы в главу подниматься. Эта тема будет возвращаться вот таким вот рефреном. Причем это будет, ну вот, без пропуска. Поэтому первая тема, которая здесь есть, вот эта подсказка, которая, как мне кажется, здесь ошибочная, что оплакивает Иерусалим не уход Отца Небесного в первой главе, а уход народа, и это земное тело оплакивает уход земной же души, а душа Иерусалима – это народ Израиля. Вот об этом рыдании. И мне кажется, что это важное здесь замечание, потому что как бы несколько по-иному смотрится на все на это. Значит, я не помню, говорил ли я об этом обществе про то, что называется «направляющие слова». Ситуация выглядит так. Скажите, вот ивритский текст показался? Нет, а где он должен показаться? Ну, просто я, у вас несколько иначе, чем я привык, делается этот самый. Это иврит. Ивритский текст первой главы. Значит, есть понятие, которое называется «указующее слово». Значит, если на протяжении главы… Да, вот я хочу здесь оговорить, что в книге Эйха у нас нет проблем с разбиением на главы. Так как вот эта форма, порядок, в алфавитный порядок, он идет во всем главам, то простановка глав автоматически и всю додиодатка, во всех изданиях, во всех переводах, тут нет проблем с естественной расстановкой главы. Значит, правило выглядит следующим образом. Если в каком-то главе или разделе есть слово, которое повторяется семь раз, или кратность семьи, то это слово центральное, и это тема, на которую читающий или слушающий должен обращать внимание. Причем иногда диву можно дать, какие темы оказываются центральными. И там, скажем, в рассказе о Беламе и его, вот, вся эта история с Беламом и проклятием, центральной темой вдруг неожиданно одной из центральных тем, которые указывают, вот слова, которые являются указующими, является тема «идти и говорить». Ну, именно потому, что у Белама главная проблема идти, куда его позвали или не идти, и что говорить. Здесь в первой главе есть одно такое слово, в отличие от следующей главы, где таких слов несколько. Во второй главе таких слов несколько, а в первой главе есть только одно такое слово, которое повторяется с века. Это слово, которое я здесь выделил с желтым краской, вот это. Это имя Всевышнего. Все остальное больше управляющих, указывающих слов здесь нет. То есть, Иерусалим, вот здесь довольно важен. И эта тема появляется первый раз в пятом стихе. Тема появляется в пятом стихе. «Стали враги во главе». Пятый стих. «Неприятели благоденцев, ибо Господь, Хошен, обрек ее на скорбь». Вот с пятого стиха появляется эта тема. И эта тема довольно любопытна. Дело в том, что первая глава, она… как бы это сформулировать? Первой главе, вот, герой Иерусалим, она знает… Вот восьмой стих. «Много грешила Иерусалим, поэтому сделалась посмешище. нечистота на палах одежды ее, не думала о последствиях, нет ей утешителя». «Праведен Господь, ибо я перечил Ему». Иерусалим понимает, за что. Но вот здесь есть, в этой первой главе, есть некоторая довольно центральная вещь. То есть это рыдание. На самом деле, вот, я сказал про ключевое слово, направляющее слово, указующее слово, это имя Гошем. То есть признание, что все это идет от Гошема, это да. Но самое частое слово здесь, оно не является указующим, но оно является часто. Это два слова, это слово «эй» и слово «но». Нету не утешителя, не нашли покоя, не нашли пастбища, пошли без сил, нет помощника, не помню, нет утешителя, пусть не придет, вот, не может встать. Вот это именно, вот это опустошение. Враг простил руку, нет утешителя опять. Кстати, это нет утешителя, оно там пятикратно повторяется, отсутствие утешителя, это одна из тех, нет муки. почему Сион, а это название горы, где находится храм, это общее название Иерусалима, Сион знает за что? За то, что нарушало заповеди, как бы здесь нет, здесь есть плач. Как бы, я понимаю за что, но, и вот здесь кончается 22 стих, сделай им так же, как и мне. Вдруг неожиданно идет причем да пройдет перед тобой все зло их, сделай им, как сделал мне, и вывелики, в снохе мое сердце боли. Ну, во-первых, льви давает, по-русски хорошо не передается. Плюс там идет серия литерации, но, но, проблема вот в чем. Пока, пока, вот здесь, то, что идет, это как бы признание вины, ты побил, что называется, посуду и ушел, а я, мне остается только рыдать. то есть, то есть, обычная вещь, почему я вдова, потому что, на самом деле, здесь довольно любопытный момент, почему я рыдаю, почему я вдова, потому что всевнешний меня наказал. вот Иерусалим говорит, я еще раз пытаюсь объяснить, здесь нет, куда ушел твой возлюбленный, здесь не это мысль, где возлюбленный всевышний, а здесь, куда ушел народ твой, потому что всевышний отнял у Иерусалима ее мужа, а муж – это народ. Вот здесь разворот совершенно не тот, который кажется. Чуть-чуть внимательнее читать. То же самое, попробуйте представить вдову, которая оплакивает мужа и которая считает, что муж не случайно ее забрали. Здесь об этом речь. Или она не удержала, или вот что-то в этом. То есть то, о чем идет речь, еще раз, это не всевышний ушел, это народ ушел и рыдает, почему ушел? Виновата я, говорит Иерусалим, а точнее народ Иерусалима в данном случае, чтобы всевышний так наказал. Но это первая глава. То есть она теологически довольно безупречна. И если бы не вторая глава, где все меняется, и вот это предисловие, которое я начал, во второй главе он сильно изменяется вся картина. Дело в том, что во второй главе уже появляется четыре указующих слова, которые надо понимать. то есть четыре слова повторяются семь раз во второй главе. Это слово Эрец, земля, это два имени всемишних, имя Гошем, четырехнетвенное имя, имя Адоная, владыка, каждый из них по семь раз, и еще одно слово ключевое, совершенно неожиданное, это слово оем, врат. Другими словами, когда читают вторую главу, надо иметь в виду, что центральные слова, вокруг которых вращается тема, это тот же Всевышний, что и в первой главе, еще слово Адуна, это опять Всевышний, только другим именем названный, и еще земля и врат. И вот здесь надо просто очень внимательно отнестись к началу выскательной. начало главы, опять начало. Ихай иип в апо Адоная от бат цион ишлиф нишамаем арц ипер от Исраэль ло захар адом регла в йом апо бала Адоная от лох ам ал от коль на от якоб значит как омрачил в своем дневе омрачил да мрак это сделал мрач как область на самом деле в своем дневе господь дочь ци йон обратите внимание кстати на формулу не дочь не дочь сиона а дочь которая сион вот это в данном случае персонал сион как женщину надо воспринимать именно так бросил с небес на землю красу израиля не вспомнила под ножи своем день гнева своего поглотил господь и пожалел натянул лук свой как враг вот тема врага третий стих срубив пылу гордость израиля убрал десница перед врагом враг понятно тот кто пришел в Вавилон да разгорелся как огонь пудающий но четвертый стих натянул лук свой натянул лук дарах то что да поставил тетиву на лук как враг но натянул лук это не вот это движение которое обычно так воспринимается а натянул лук это поставил на лук тетиву натянул поставил тетиву то есть готовится к бою вообще дарах это именно готовится к бою, направил десницу свою как враг, немного цар, как притеснитель. Но вот теперь вдруг говорится про врага. Стал, пятый стих, стал Господь подобен врагу, поглотил Израиль. То есть вот здесь это уже на грани пола пошло. Опять, мы говорим, это плач, поэтому строго следить за не хватает человека за язык час беды. Час беды человек много чего может говорить. Здесь уже прямо назван враг. И враг этот Всевышний. Он уничтожен. Он натянул. Внимание, речь не идет про грех. Речь идет, кто сделал. Но, 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 задумал разрушить стену дочери сеньор, протянул нить. Протянул нить на такав. Это, безусловно, отсылка пророку нить разрушения. Строительство разрушенного дома. Стало все разрушать. Привел в траву крепостную стену, погрузил врата. В чем проблема? Вот здесь начинается некоторая действительно теологическая проблема, которая сформулирована просто ясно и беззатейно. Кто разрушил все? Ответ все вышло. Минуточку. Давайте уточним. Кто был инструментом разрушения? Ответ? Враги, да? Вавилон? Скажите, но здесь начинаются проблемы. и она действительно вот то, чего у пророков мы встречаем, но мы эти нет, мы понимаем, за что нам все это, но те, кто это сделали, ничуть не улучшена. Получается, что враги радуются, разверзли пасть свою твои враги, свистят и с зубами говорят, проглотили, достигли, увидели. Эти враги, конечно, мы не пытаемся сказать, что мы лучше, что мы хорошие, ничего не делали, плохого, но враги еще хуже. вот на самом деле, если что-то здесь есть, вот это, зачем нужны ключевые слова, то тема врага, всевышний как враг, враг так враг, проблема наша, она очень простая, наша как народа. Враги, которые победили хуже нас на самом деле. И это тема, которая, кстати, у всех пророков регулярно появляется. То есть на самом деле есть книги Эйха, особенно в третьей главе эта тема будет довольно активно проводиться. Есть тема, в книге Эйха тема, которая как бы говорит, что да, конечно, женщина поссорилась мужем, подбил посуду, и теперь враг ходит гадость и делает. Женщина рыдает, но как бы другие же не лучше, они же даже хуже. Почему? почему я? Это вот это путь. Это вот это путь. И она здесь, вот нет, довольно трудно сформулировать ее. У нас беда ведь не только разрушение, и не только поражение, и не только опустошение Иерусалима, но еще и всемишний как враг там ходит. И вот это некоторая проблема. Чтобы было понятно, я хочу привести один медраж, который я очень люблю. он это медраж из А вот Дарабина там сказано следующее. три пророка. Один вступился за честь отца, но не вступился за честь сына. Один вступился за честь сына, но не вступился за честь отца. Один вступился и за честь отца, и за честь сына. Пророк Ильяго вступился за честь отца, ибо Рассказано, я возревновал ревностью за Бога Израиля. Имеется в виду, что пророк Ильягу к концу своей деятельности многократно произносил, забыли, оставили тебя, сыны твои, дом Израиля, остался я один. Вот это такая вот есть праздник, коронная абсолютно. То есть как бы он переживает, ну как так можно, народ, как он смеет. И это одна из очень важных тем пророков. Вот как народ смеет, все эти измены, которые произносят все пророки регулярно, начиная от Амоса. Значит, Йона, как известно, когда ему надо было, обычное чтение книги Йоны, когда ему надо было произнести слово о Ниневе, он предпочел просто сбежать. Потому что, говорит, пожалеешь Ниневе, ничем хорошим это для нас не получится, поэтому я лучше туда не пойду. И ради защиты Израиля он решил сбежать, что у него не вышло. А вот Ирмиягу, который вступился из-за честь отца, из-за честь матери, Нахну Пашану Марину Ватану Салахта. Мы совершили преступление и... Марину бунтовали. Мы грешили, бунтовали, но ты не прости. Вот это некоторая важная вещь. Третья глава. Некоторая важнейшая ситуация. Мы, да, грешили и бунтовали, но тебе бы следовало попросить. Мы так представляем. Мы не пытаемся сказать, что мы правы, а ты не прав. Но у нас полный раздрайв. Вот для этого нужны кто-нибудь. Вот писания нам нужны для того, чтобы рассказать там, где у нас раздрайв. И книга Эйха, она как раз про это. У нас, кроме трагедии, у нас еще полный раздрайв. Вот, ну, позвольте, я сейчас попробую сделать эту шею и шею ручек. Вот видно вторая глава. Вот здесь должно быть 22 стиха. Да, в единомеритский текст. Вот голубым слово враг, зеленым слово земля, красным шрифтом имя Всевышнего, которое Адунай, который Господь. И красит цветом тетраграматон, желтым селитом, тетраграматон четыре буквы. Вот куча ключей. Просто вот четыре ключа, аккуратно размазанные по голове. Вот я специально просто показываю, как такие механизмы такие устроены. Ведь я никогда не понимал, как это делается и как это получается у авторов. Я просто знаю, что это работает система. Так вот, обратите внимание, что тема врага во второй главе, где враг – это шею, ты нам так враг, еще раз. Это плачь. Плачь дозволено говорить то, что приличному человеку говорить не положено. И просто даже нельзя. Если это честный плач, то там можно еще и не то что хранить. И тема «Земля», которая важна. И два варианта имени Герша. Я не буду сейчас проводить анализ, когда какое имя, но они, каждый из них отдельно, 7-кратно повторено. 7 раз в одно, 7 раз в другое. Ничего такого случайного в этом отрасли нет. Вот теперь начинается третья глава. И третья глава уже длинная. Потому что третья глава, она отличается от двух предыдущих тем, что здесь каждая буква алфавита повторена трижды, но зато очень короткий стих. То есть, если там, обратите внимание, что обычно стих 3-2-3, по-моему, 2-3-2, значит, здесь обычный король. А ниха гэвер, здесь короткими стихами все это сделано, рубленными. А ниха гэвера, ай-ні, бишевите, брато, у ті нагах в юлейх хошек вело ор. То есть, идёт короткая строка, но зато их троя. И вот здесь, вот смотрите, конечно, набирает проделать ту же работу, что и Кликзь Йога. Значит, в Юге Йог, там есть обрамляющий рассказ, где Йог просто сказано, что человек садит, и всё. Там про него рассказывается, что он праведный человек. Зато там дальше где-то вроде тридцать, не помню, второй главы, тридцать шестой делой. Йог себя подробно описывает. Поэтому как раз психологические характеристики самого Йога, там дальше у меня книжки есть. Я, например, вот эту главу, где Йог говорит про себя и описывает себя, как он себя видит, я её выношу в начало рассказа, потому что, ну, надо же представлять, как выглядит главный персонаж. Вот эта третья глава, её довольно часто пытаются указать как автобиографическую, что как бы автор книги, а традиция книга пророка Ирмиягу, ну, среди всего прочего, потому что пророк Ирмиягу, он, там, у него в книге несколько упоминаний, что он писал в кино, то есть вот этих траурных, «Леди плачет», и там упомянуто. И, например, Иосиф Плавис, среди всего прочего, упоминает, что его упомянутые прямо в книге Ирмиягу есть упомянуто, что он писал в «Плач» по гибели царя, значит, что у него этот текст сохранился, у него есть этот плач, то есть он, то есть он до него дошёл, этот плач, который сохранился в таком-то текстах. Некоторые утверждают, что четвёртая глава эта плачка у него сюда вставлена, это вопрос. Но, понимаете, в чём дело? Если считать, что третья глава – это автобиография автора, то есть Ирмиягу, то она никак не влезает в его биографию. Его биография по книге пророка Ирмиягу более-менее реконструируется. Сюда она не влезает, эта автобиография. Но посмотрите, уровень трагедии уже личный. Вот если первое – это рыдание Иерусалима и понимание, что она потеряла народ и теперь сидит одиноко, вторая глава – это скорее народ уже рыдает по поводу того, ну почему же настолько? Ну ладно, в глаз бы двинул. Так ведь, ну как, ну как так? Что уже превратился в врага. То третья глава на самом деле, я не думаю, мне не кажется, что это правильно считать, что это автобиография, это то же самое восприятие частного человека. Причем начинается она с описания трагедии, которую в словах как бы… Понимаете, второе – «меня по белому угнал во тьму, а не во свет». Здесь хорошо не перевести, потому что оригинал куда-то сильнее и красивее, просто он не терпит этот бумажник перевода хорошего. Естественно, тот, кто переводит, переводит более-менее, пытается приземлить фразу, сказать, что он меня повел. Это комментарий обычный, там Мацедок, по-моему, так комментирует. Но ведь она читается «меня мной управлял и меня вел тьма, а не свет». Что подлежащее слово «тьма, а не свет» – они меня вели. На меня все время направлена его рука. Он сгноил в моей плоти кожу. Книга «йо» в полном объеме. Возвит против меня нас, это крушил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Это есть псалом, на самом деле есть псалом, который говорит имена о такой беде. Поставил ограду, чтобы я не вышел. Когда кричу, я и взываю, и запираю мою молитву. Значит, на самом деле я хочу обратить внимание, что нигде, нигде, не скажем кто, вы не увидите одну вещь. Что я муж, видевший в руки, отживла гнева его. Кого его? Где прямое дополнение? Чье? Меня повел он. Только на меня обращает руку свою. Сгноил. Когда кричу, я взывает, запирает мою молитву. Только вот здесь, первый раз, в восьмом стихе. Кто может запереть молитву? Как медведь подстерегает меня, как лев в засаду. Кто? Брак, кто? Вавилон? Асирия? Мидия? Натянул лук, поставил меня, как мишень для стрел. Посмешившим, я остался у народа, я сказал, что на самом деле. Поломал мне зубы. И 18 стих. И подумал я, пропала жизнь. Ну, и сказал я, пропал навеки. И пропала жизнь, и пропала надежда моя на Господа. Подождите, а вот эта формула, уже ее может произнести человек, который страдает от кого-то, и надеяться только надо на Всевышнего. Но я хочу понять, потому что формулы по поводу, почему, обращая внимание, формулы, кто все это сделал, он же не говорит до 19 стиха, вспомни притеснение полыни гореч, до 19 стиха не говорится, кто во всем этом виноват. То есть понятно, кто. Но при этом вот здесь есть тема, она… Я напоминаю одну довольно важную тему. Царь Шауль перед последней битвой, у него проблему, он не может получить пророчество. Человек, который привык к пророчеству, человек, у которого есть пророки, которые для него пророчат, он сам принимает иногда пророчество. Ему… при нем всегда пророк швует, ему все в порядке. И вдруг пророчество прекращается. Он бегает по пророкам, никто ничего не получает, и вот он в отчаянии идет к эндорской колдуне и говорит, «Может, ты скажешь, что?» На что она говорит, ну, там-то что все-таки. Говорит, да ты сам все знаешь. Вот это молчание – это тебе ответ. Вот это третья глава. Вот начало третьей главы – это пустота. А в ответ тишина, сверху ничего не слышно. Есть страдания и нет диалога, нет ответа всевышнего на страдания. Вот это уже… Очень многое интересно. Спасибо. ... Хорошо? Дальше начинаются только молитвы, только с этого момента начинаются молитвы. Точнее, даже не молитвы, а попытка уговорить себя, что все равно молитва в какой-то момент придет ответить. Вот стих от 20 до 33 появляется мысль, которая во второй главе была, я же говорю, что вторая глава на грани пола написана, вторая глава, где Всевышний как враг. В третьей главе появляется надежда, если в начале первых 19 стихов, 18, это пустота, то с 20 по 33 это надежда, что на молитву будет отвечено. И еще одна важная тема, что если во второй главе как бы идет мотивом, подводным мотивом, но довольно хорошо проговоряемым, что все это несправедливо, подошли к нам, что враги хуже нас, и как бы они живут счастливо, а мы тут страдаем от их руки, и они заведомо хуже нас. То в третьей главе, вот здесь, в 20-й, 33-й и 35-й, 37-й, появляется мысль о справедливости небесного суда. Вот это начинается развращение. Будем искать на путях наших. Мы будем нести сердца наши на руках к Богу на небеса. Значит, кстати, и дальше, вот здесь еще есть одна тема, которую, ну, я уже не укладываюсь во время, я собираюсь, Дело в том, что в виде эйха, то чего нет. Дело в том, что... Дело в том, что в книге Эйха нету счастливого конца. Это плач, который кончается плачем. Он не имеет хэппи-энда. Если ты даже презрел нас, ты не былся весьма сильно, но это не очень понятно. Ки маас маас тану, ки маас маас тану копаться оле на дно. Хорошего перевода здесь нет. Да, есть просьба, блатерати нас, Господи, к себе, и мы вернемся. И в третьей главе, который, естественно, все знают, не хапся даркейну вынашува, да, не хапся даркейну вынахкора вынашува ад Гашем, на салвавэну эль капэйну эль бешамаэн, вознесем сердца Бога, как нашему Богу на небеса. Это как бы надежда, что это не останется бесплодным. И вот тогда, вот теперь, когда мы все это более-менее прочли, но там еще две главы, но просто невозможно прочитать два за час. Но главное, вот эта мысль, это даже не мысль, тема плача, что Ирлияву говорит от имени народа, как народ все это воспринимает. А народ все это воспринимает мы, народ это мы. Нет, конечно, мы неправы, но не настолько же. Ты тоже, вот мысль, которая в книге Эйха проводится регулярно, но ты тоже неправ, потому что это, вот то, что Меграш говорит. Мы грешили, а нашему пашану ваталу салаху. Но это разговор сына с отцом, ну ты же, папа, ты же должен простить, но нельзя же так. Вот эта мысль, вся тема чувы, которая здесь в книге Эйха, она именно вот эта. Это не тема, мы сейчас станем хорошими, и все будет кип-топ. Здесь не эта тема. Здесь тема, но ты же должен, в конце концов, простить, эта тема в книге Эйха. Это, ну, хотите, я скажу, неудовольствие наше, а все, что вот именно как бы обиду, что не прощают. Вот это книга Эйха. Но вот где-то, вот это то, чего мне хотелось сказать. И мне кажется, правильному это сказать, что я. И вот на эту тему ее и читают. Не особо мысли тут не надо, читать надо. Но вот где-то так. Если есть... Потом перед вами. Ну, где-то вот так. Да. Если есть вопросы, я готов попробовать это. Есть. Уважаемый мэр, скажите, пожалуйста, а вот этот принцип не хватает за язык во время беды, и что вот вообще в стрессовой ситуации можно много чего сказать. Это просто на уровне народной пословицы или это где-то сформулировано как закон? Это я Талмуд процитировал на самом деле. Ну, уж не помню где. Лотовсимадамбешатцарато. Даже на иврите вспомнил. Я не могу сейчас. Лихоть, лихоть, лихоть. Это известное выражение. Лотовсимбенадамэ... Ладамбешатцарато. Ладаним, ладаним. Ладанимадабешатцарато. Это отдельная тема. Поймите, вот это начинается с всевозможной закона траура. Там, скажем, где-то из того же ряда, что, например, когда приходит дом траура, пришедший молчит и начинать должен и тут, когда начнет хозяин. Что как бы он должен указать направление, потому что вы не знаете, в каком направлении нужно утешать. Он хочет утешения, он хочет философии. чего ему надо. Это вот в этом ряду. Понятно. Я спросил просто потому, что это очень близко, что действительно бывает, что в таком состоянии что-нибудь такое скажешь, а потом какой ужас. обратите внимание, это же одна из тем книги Йова, которую я вот всегда произношу, что на самом деле главный довер, главный оратор, да, не оратор, это менее высокое слово, что я скажу, говорящий в книге Йова, это не Йов, а Элифас. Элифас, то, что говорит Элифас, теологически безукоризненный. Вот попытки всех, вот меня никто не смог убедить, я могу доказать это, причем автор хочет, он старательно, просто в тексте Элифаса очень много цитат, и он теологически безукоризненный. И это старательно подчеркнуло в цементе, что просто надо уметь вычитывать такие вещи, там технически можно доказать, что автор книги Йов делает, Элифаса безукоризненным с точки зрения теологической, религиозной, он нигде ни разу не ошибся. Йов позволяет тебе говорить то, чего нормально человек говорить не должен. Он требует Бога на суд, он говорит, что ты не спрямил мой суд, что ты не спрямил книг, что зимой вообще сатана правит уже давно, при том, что он не знает события обрамляющего рассказа. Он всего этого не знает. Но в конце книги сказано, пусть Йов помолится сова, потому что вы говорили не столь правильно, как Йов. то есть как бы не признается правота Йова, потому что еще раз, теологически как раз Элипас говорит правильные вещи, но они оказываются неправильные, потому что в этой ситуации то, что Рамбом там говорит, что в этой ситуации Элипас не имел права это говорить, замечание Рамбом не к месту, а вещи правильные, как там у Мао Цзэдуна, по-моему, вещи правильные, сказано неверно, значит вранье, сказано не вовремя, вот я вспомнил, вещи правильные, сказано не вовремя, значит вранье, вот это то, чего Рамбом там утверждает. Но на самом деле на уровне хера иеретизма находится там как раз Йов из Йова и это признано правильным. Понятно, да? Да, спасибо. Окей, ну хорошо, понятно, что это Бекце Амазлек, да, я не знаю, это так пишется в Талмуде или нет, это на конце вилки, а именно на одной ноге. Масло в Талмуде это пухонная штука, это такие большие вилы. Алькце Амазлек, ну как бы еще? да, 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 вилы же, они же первый раз упомянуты в Танахе именно как вещь, которую выуживают мясо из котла. А, да, ну все-таки мы современные говорить, Алькце Амазлек это чуть-чуть. Да, да, это чуть-чуть, но дело в том, что как прибор, Амазлек, как столовый прибор, не уходный, это где-то век 12, если я правильно помню. ну вообще Амазлеком разные, в технике тоже Амазлек называют типа такие штуки, на самом деле, железные, типа вилы. Да, да, но вилы, Амазлек это скорее вилы, чем вилка, на самом деле, конечно. Окей, но тем не менее, Алькце Амазлек шила, но такой столовый мазлек, такой маленький, мы много посмотрели. Я хочу заметить, вот есть Галаха, который говорит, есть Галаха, писать, чего читают в Тешебаах. В Тешебаах, как известно, не положено учиться, а положено читать. И перечисляются отрывки, которые читают. Так вот, я хочу заметить довольно важную вещь. То, что там разрешено отрывки, которые перечислены, там разных книг, если они на русском, которые читают. Так вот, те, кто знают, о чем говорят, здесь ставят причинение. Это не учат, это читают. Вот то, что сказано в этих списках, это не учат, это читают. Потому что, ну, это печальные все эти темы, их надо читать, а не учить. Так вот, плачь, надо плакать. Я вот читаю. Окей? Окей. Тоф, ну, чуть-чуть поняли. Очень интересная тема была про то, что, ну, как бы, это шува, шува, но вот в таком эмоциональном, народном смысле, действительно, авином алкейну. Ну, как бы, мы-то понятно, грешники, но что ж ты делаешь вообще с нами? Но на самом деле, вот я потрясаюсь нашим мудрецам, потому что вот этот вот Медраж, который, Эрмиягу, который выступает на обе стороны, и как бы мы грешили, а ты не простил, что четко проставлено, что ты не простил, это как бы обвинение. Вот это понимание Медража, оно, по-моему, совершенно бесконечное. Оно неожиданное, и оно, ну вот, мудрецы в этом смысле, понимание их текстов, оно действительно просто вот поражает, что это не, там, не попытка на дух щеки говорить что-то, что положено, а говорить как есть. Вот эта привычка мудрецов говорить как есть, она просто всегда радует. Окей, Тов, ну хорошо, мы на этом закончим. Хочу только сказать, что у нас буквально через пару минут в половину по восьмому начнется занятие как раз разборка первой главы эхи с точки зрения еврита. Те, кто хотят поучаствовать, пожалуйста, присоединяйтесь как раз в тему. Все, Мейер, огромное спасибо, всем счастливо и до свидания. Пока-пока. Спасибо большое. Пока.